В этом уроке мы рассмотрим поле рисования на объектах ZBrush. Итак, процесс рисования объектов ZBrush охарактеризован как поле рисования, так как по сути мы окрашиваем цвета полигоны. Само разрешение базируется на количестве полигонов, которые мы разрисовываем. К примеру, возьмем тело персонажа, переведем его на нижний уровень. Давайте еще выберем цвет, пусть это будет оранжевый. Включаем RGB, нам нужен только цвет. RGB Intensity доводим до максимального значения, таким образом у нас активна кнопка RGB, выбран оранжевый цвет и максимальная интенсивность. Мы ничего не лепим. И размер кисти также оставляем без изменений. Как видите, здесь все базируется на разрешении. В данный момент нельзя нарисовать что-то осмысленное. Давайте еще используем альфа канал. И растянем образец в голубом цвете. Видим, что в итоге у нас получаются какие-то неясные очертания. Переходим на наивысший уровень. И делаем то же самое. Теперь появляется некое осмысленное изображение, так как сейчас имеем полигонаж с высоким разрешением, что позволяет образовать такую деталь. Таковы плюсы и минусы этого метода. Пока что нам не обязательно особо беспокоиться о UV координатах, мы просто переходим на тот subgift, на котором можно создать желаемую часть. Теперь нарисовав детали на объекте, наводим курсор на палитру цветов, кликаем и тянем курсор на область базового цвета. Дальше зарисовываем то, что изобразили для примера. RGB Intensity доведено до 100. И теперь зарисовываем все здесь. Можно также просто запомнить объект. Давайте запомним его материалом. Лучше выберем Skin Shaded. Заполняем. И к нему используем белый цвет, как базовый. Мы выяснили, что нужно работать с высоким разрешением, чтобы сохранять цвет. Чтобы рисовать, нам нужно сначала активировать Colorize. То есть, вот эту маленькую кисть здесь. Если мы ее отключим и выберем какой-нибудь цвет, то увидим, что мы не можем разрисовывать отдельные части тела. Включаем Colorize. Меняем цвет. И сейчас уже можем рисовать. Итак, обычно первое, что мы хотим зарисовать, это основу. Чтобы долго не колебаться с выбором цвета, остановимся на голубом. Вы можете выбрать определенный оттенок. Я же сейчас залью цветом. И сейчас можно выделить разные участки. Припустим, мы хотим сделать живот светлее. Меняем оттенок голубого на более светлый. Используем Standard Brush. И увеличиваем размер кисти. Давайте понизим RGB интенсивность. Тянем ползунок влево. Подключаем симметрию. Также отключаем Lazy Mouse. Теперь можно мягко нанести цвет на поверхность. Так как интенсивность пониженная. Немного повышаем ее, если хотим высветить еще больше некоторые участки. Сосредоточиваемся на центре живота. Если надо уразнообразить цвета, можно попробовать для этого несколько обводок. Выбираем Color Spray и базовый цвет. Параметры здесь могут быть установлены по-разному. Имеем Placement, Scale, Color и Flow. Также выберем альфа канал. Например, альфа 0.8. Уменьшаем размер кисти и переходим к спине. Повысим еще RGB интенсивность до 100. Как видите, цвет здесь переливается. Детали перемежевываются и так далее. Сможете понизить переливание цвета. Или же повысить значение и цвет станет сильно переливаться. Нам это не нужно. Устанавливаем меньшие значения. Переходим к другим частям тела. Здесь также наносим светлый оттенок, чтобы персонаж не был окрашен строго один цвет. Хотя весь персонаж голубого цвета, оттенки его должны переливаться. И для этого будет хорошо использовать Color Spray. Уменьшаем размер кисти. Таким образом геометрия приобретает реалистический вид. Полигоны сохраняют высокое разрешение. И пройдемся кистью еще вокруг живота. Вот так проходимся по поверхности, чтобы добавить реалистичность персонажу. Как видите, мы пока не применяли леви-координаты. Давайте изменим цвет сверху. В палитре цветов выбираем красный. Меняем обводку на Freehand. Отключаем альфа канал. Понижаем и RGB Intensity, и размер кисти. И все это позволяет нам добавить немного другой цвет стесни. Понизим тут еще немного. И оставляем румянца на лице. Можно пройтись и по нижней части лица. Также сверху. Обводим подбородок и губы. Если переборщили с цветом, переключаемся здесь на базовый цвет. И проходимся кистью вверху, например. То есть убавляем насыщенность цвета. Будет неплохо также убавить цвет на щеках. Губы, пожалуй, окрасим в более светлый цвет. Сделаем кисть меньше. Повосим RGB Intensity. И разрисовываем губы. Некоторые области можно сделать темнее. Переходим на черный цвет. Сильно понижаем интенсивность. И рисуем на областях, уходящих внутрь. Наносим черный цвет. Регулирую интенсивность. Не пропускаем морщины. Область вокруг них также делаем темнее. То же самое здесь. Таким образом выражаем некоторые слепленные детали. Если хотите создать узор, можете высветлить его. Но про узоры мы поговорим в следующем уроке. Сейчас можно поэкспериментировать с разными обводками здесь. Например, с цветным спреем или обычным спреем. Переключаемся на базовый цвет. Выбираем Spray. Выбираем Alpha-канал. Повышаем интенсивность. И вот так путем высветления образовываем некие детали. Немного переборщили. Отменяем действие. Понижаем интенсивность. Увеличиваем размер кисти. И проходимся снова. Итак, мы сделали светлее те участки, над которыми нужно было поработать. Базовым цветом для рук я установил светло-голубой. Если же вы хотите применить более насыщенный оттенок, выбирайте Color Spray и произвольный Alpha-канал. И делайте оттенок темным и насыщенным. Повышаем интенсивность и зарисовываем внешнюю поверхность. Для этого участка повышаем размер кисти, чтобы точки получались больше, в соответствии пропорциям. Но проделав все это, в результате насыщенность не должна быть слишком высокой. Уменьшим размер кисти, чтобы вводить жираемые участки. Такая контрастность цветов создает эффект глубины на текстуре. Добавляем еще немного цвета сзади. На больших участках увеличиваем размер кисти. И повышаем насыщенность на выступающих участках. То же самое здесь. Так что можете поэкспериментировать. Припустим, вы выберете тот же цвет, что и я, и затем перед вами стоит задача сделать разные изменения цвета. Я же сделал простую текстуру, и в следующем уроке мы рассмотрим, как можно использовать альфа-каналы для видоизменения текстуры. Мы также поговорим об одновременном рисовании и скульптинге, что очень удобно для того, чтобы не рисовать и лепить по отдельности. К концу курса вы сумеете одновременно лепить и рисовать, что поможет создавать детали со встроенными данными цвета и глубины. Итак, об этом в следующем уроке.